Чем больше ты знаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь. Именно эта мысль ходит у умных людей, как мы привыкли слышать. Как это выглядит на самом деле? Мы понимаем, что мысли не наши. То есть мы подключаемся к определенным мыслям и просто запитываемся ими, полагая, что они наши. Таким образом гораздо проще жить в незнании, жить чужими мыслями. Но когда человек начинает сам что-то изобретать и сам начинает копаться, он, естественно, понимает, что шаблоны, вот эти вот мысли, они, как правило, либо противоречат друг другу, либо вообще полностью врут. И человек начинает разбираться и понимать, что он, в принципе, вообще ничего не знает о текущем положении дел. Далее ему приходится самому создавать новое гнездо или так называемые мысли, шаблоны, к которым уже смогут подключиться другие люди, приверженцы этой теории или этой мысли, которую он разнесет как вирус по всему миру. Какой из этого может быть вывод? У вас два пути. Вы можете просто не парясь, как делают все люди, подключаться к чужим мыслям, либо вы можете создавать свои собственные мысли для того, чтобы находить новых приверженцев. Таким образом можно достичь популярности, большей силы, большей власти. Нужна ли тебе власть, сила и популярность? Если у тебя есть ответ на этот вопрос, то, скорее всего, ты уже запитан от какой-либо мысли.